Вот про недемократическое общество Советского Союза не надо. Еще Ленин говорил, что государство может управлять кухарка. А сколько пилюлей выставлялось, а сколько народа от стыда ворочалось, вы не знаете? А я как дитё от сына партии знаю. Ни копейки не разворовывалось. Не знаете? А знаете? Поверьте, больше демократии, чем при коммунизме, никто и никогда не может добиться. Да, мы были неправы. Да, один чудо-брёх решил сделать типа мир. И имя того, Горбачёв. И мы ошиблись. Какой мир сотворил этот урод? Один продал, второй пропил. Но не пропил главное, нашу партию. Поэтому они имеют очень большую власть. Потому что, соответственно, СМИ это четвёртая власть. И они свою силу показали, к примеру, этим летом, когда в Москве были протесты, когда задержали по собракованному делу журналиста Ивана Голунова, при том, что я не разделяю взглядов Ивана Голунова, но то, что это был полный беспредел, это факт. И, по сути, за него впреклись его же либеральные СМИ, его товарищи, и человек, по сути, которого и вытащили в первую очередь именно помощь информационной компании. Если завтра что-то подобное случится с каким-то из активистов, допустим, левых коммунистов, завтра заберут, не знаю, кого, Александр Баттл, к примеру, да, кто из региональных СМИ за него вступится, напишет ли про него медуза, да, снимет ли про него дождь какой-нибудь, да, а в процентальной СМИ я вообще, как бы, стесняюсь говорить. Вот, мы получаем такую ситуацию, что нам необходимо то самое оружие или прикрытие, которое могло бы в случае чего нас, по сути, спасти, или хотя бы попытаться привлечь к этому какую-то широкую аудиторию, создать общественный медийный резонанс. И это, собственно, одна из первых задач, которая обязательно должна выполняться. Но ведь это не не задача информационного поля. Очень важно, то есть, когда мы создаем какие-то проекты, у него же появятся зрители. И зрители зачастую смотрят ему, он разделяет ту позицию, которую транслирует так или иначе автор, и он говорит, что, черт подери, он не глупый, наверное, то есть, надо этому, не знаю, можно помочь ему. А если он транслирует политическую позицию, значит, он эту позицию перенимает и говорит, что вот я вот там пойду за ним, где вашу партию вступить, грубо говоря. И пришла мысль помогать людям самоорганизовываться и делать кружки. Что очень важно, здесь именно надо вот не сверху навязывать, все серии, там, пришли, собрали, 10 человек сказали, учить вот это, вот это, потом отчеты, и сдавайте нам, пожалуйста, экзамен в конце. А именно вот самоорганизовать, поделиться опытом, там, дать какие-то наработки по программе, и чтобы люди не наступали на те же самые грабли, потому что в кружках можно очень крупно напороться на вещи, которые кружок разрушают. Две основные вот темы, это два пути, которым не надо идти. И вот обычно, когда, например, мы когда приезжаем в какой-то город, мы изучаем левую там сферу там, и когда мы говорим вот эти вещи, обычно прям вот к конкретным людям обращаюсь, да, и я очень рада, что это не про Мугнитогорск. То есть у вас, кстати, уже устойчивый коллектив, который единомышленный, который вместе борется за свои права, у вас наложится горизонтальная связь друг между другом, вы можете оперативно реагировать на те или иные действия, вы можете давить на работодателя несудебными путями, а если, понимаете, суд у нас работает так себе, я думаю, все с этим согласны, то действовать через трудовые конфликты можно, потому что можно бить по наиболее болезненным местам того самого работодателя, что очень ценно. И, что в третьем, у нас очень важно, наверное, наиболее важно, что нельзя пробудить то самое классовое сознание, писая жалобы, кляузы, бумажки вот эти вот несчастные, да, а вот совместной борьбой просто-таки он и пробуждается. Поэтому для коммунистов, в общем-то, единственный правильный путь, собственно, это брудь органайзинговой. Как был создан профсоюз МПРА, который провел ряд очень успешных запастовок, примерно в 2009 был год, к которому работодатели были решительно не готовы, они думали, что и сейчас их правительство прикроет, потому что там были договоренности. Нет, рабочая самоорганизация переломила даже административные ресурсы. В этот момент они выцепили ряд очень сильных требований, образовали сверх мощную, по сути, региональную ячейку, и, собственно, что сделали? Начали дальше продвигаться. Чем то же самое МПРА, почему только ты от этих указал, отличается от всем знакомого мира ФНПР. Что такое ФНПР? ФНПР – это, по сути, наследник такой могущей, в прошлом году, как ВЦСПС, советская еще. По сути, чем они занимаются? Собирают взносы. Зачем они их собирают? Наверное, себе на зарплату в основном. Но иногда могут путевку дать. Иногда шоколадку ребенку на Новый год, типа, ого, здорово. Хотя на эти собли взносы можно было купить гораздо больше шоколада к ребенку. В России, чтобы образовать профсоюз, нужно три человека. Проблема в том, что это вряд ли поможет решить проблему. Например, в Америке есть школа профорганайзинга, которая переняли многие прогрессивные профсоюзники. Она заключается в том, что там, чтобы создать профсоюз, нужно собрать половину предприятия плюс еще один человек. То есть, 50 плюс один. Чтобы тупо проголосовали, да, мы создаем профсоюз. Но это очень сложно сделать. Рабочие работают в три смены, например, или их очень много. Тем не менее, там профсоюзы есть. И чтобы они вообще создались, такая вот работа профорганайзеров была сделана. Нужно с каждым человеком общаться. То есть, это школа агитации в том числе. Ну, у них методы очень своеобразные. Например, там нам рассказывали ребята, что чтобы узнать, сколько работников на заводе, им нужно было копаться в мусорке во время дня выдачи зарплаты, чтобы получить список некий. Хотя бы количество. Потому что количество людей на предприятии часто скрывается и не всегда озвучивается. Например, чтобы людей заставить прийти проголосовать определенный день, нужно с кем-то в баре выпить, кому-то помочь, я не знаю, ребенка в больницу отвезти. Ну, каждому свой индивидуальный подход. Это огромная школа агитации. То есть, хороший принцип профсоюза. Нормальных нет. Но зачем они, когда есть партия от народа и для народа? Коммунистическая партия Российской Федерации. Та, что позволила государству от Сахи стать лидером. Не она, что ли? За 40 лет мы стали лучших всех. За 40 лет, а не за 20 лет отстоя. Мы росли, а теперь падение ниже плинтуса. Вам это нравится? Мне нет. Как и всем тем, кто знает и понимает, что все делается не сверху, а снизу. Вот куда идти за помощью то надо. Немцы рассказывают, что их там угнетали на родине. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!